Продолжение следует... 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 К этому времени у нас нет ни одного гектара многолетки. Мы сейчас убираем на этом поле. Здесь пройдет газопровод. И поэтому мы готовим место газовикам, чтобы вот эта масса у нас не пропала. Мы это вот и убираем. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Стала традицией подводить итоги по окончанию первого полугодия и участвовать передовых животноводов в колхозе Комунар. Вот и в этот теплый летний вечер 15 июля на живописном берегу Кармановского водохранилища состоялось такое мероприятие. Перед животноводами колхоза выступили председатель колхоза Карам Каримьянович Мухаммедов и главный зоотехник Рамиль Хизматович Габбасов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но как и во многих колхозах района, в колхозе чуть ниже продуктивность животноводства. Этому, конечно, повлияли и погодные условия. Стадо дойных коров с лагеря были возвращены обратно на ферму. Конечно же, эти переходы отрицательно влияют на валовый надой. Но в эти дни дела пошли на поправку, сказал в своем выступлении Рамиль Хизматович Габбасов. Рамиль Хизматович Габбасов С успешным окончанием первого полугодия животноводов поздравил председатель колхоза Карам Каримьянович Мухаммедов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Карам Каримьянович также поздравил, поблагодарил от имени руководства колхоза и вручил памятные подарки передовикам производства, операторам машинного доения, скотникам, пастухам. Отрадно было заметить среди животноводов много молодых девушек и юношей. Значит, пожилым на смену придет молодое пополнение, которое поможет выжить трудное время колхозному производству. Этот по-летнему теплый вечер украсил своим выступлением концерт семейной группы Гелязевых из города Дюртюлей. Музыка 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 Недавно в районном дворце культуры была организована выставка монтажно-технического центра. Технический центр занимается монтажом, пусконаладкой, гарантийным и послегарантийным обслуживанием системы связи, системы видеоконтроля, системы доступа к помещению. Мы сегодня представляем в вашем дворце культуры стенд, который видите вы на экране. Система видеоконтроля у нас состоит из видеокамер. Видеокамер от камер скрытого наблюдения до камер всепогодного наблюдения. Значит, у нас мониторы, 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 квадрокулы, которые позволяют вас осуществлять в виде четыре камеры на экране. Заморозки для каждого кадра на принтере, записью на видеомагнитофон. Видеомагнитофон на стандартную кассету записывает от трех до двадцати четырех часов в ссылке. Значит, дальше у нас есть стенд доступа в помещение, то есть это электронный замок. В том случае, если карточка не донесена в машину, в компьютер, то есть нет этого кода, мы просто нажимаем кнопку, я с другой стороны просто проведу. Позвучит сигнализация, ну и можно усилить, конечно, там и замок не открывается. Изнутри замок открывается помещение. Одним из видов деятельности монтажно-технического центра являются проектирование, поставка, монтаж, наладка, гарантийные и послегарантийные обслуживание систем и средств охраны и безопасности жизни и интересов. Монтажно-технический центр предлагает оборудование отечественных и зарубежных фирм, отвечающие потребностям разных групп пользователей. Среди заказчиков монтажно-технического центра банки, предприятия, организации, фирмы и частные лица, желающие обезопасить себя, свои квартиры, офисы, автомобили и прочие. Проектирование систем ведется с учетом, в первую очередь, индивидуальных потребований и условий заказчика. Проектирование систем ведется с учетом, в первую очередь, индивидуальных потребностей. Продолжение следует... Самая дешевая камера стоит около 500 тысяч, которая имеет чувствительную инфракрасную диапазону, то есть, если где-то стоит инфракрасная подсветка, она в темноте будет видеть. Самые дорогие камеры, естественно, цветные, которых у нас, к сожалению, здесь не представлены, они тоже зависят от качества изображения, от использования, допустим, на улице или внутри помещения, скрытого анатика или накрытого типа. Стоит от 1 400 000 и до 3 миллионов, потому что такие стоят. Это так называемый видеодомофон, который состоит из двух блоков. Дверной блок, в составе которого находится камера с инфракрасной подсветкой, вот здесь светодиоды стоят, громкоговоритель и встроенный микрофон. Блок, который устанавливается внутри помещения, там, на кухне, может быть, или рядом с телефоном, это небольшой монитор, пульт управления и телефонную трубку для переговоров. Допустим, вам кто-нибудь пришел домой, нажал кнопку звонка, у вас раздается звонок, вы можете видеть, кто пришел, можете вот снять трубку, снять трубку, поговорить и при необходимости, значит, открыть защелку дверную, если, значит, посещать, значит, кроме того, нажимаем кнопку, мы можем видеть, что там посторонний шум какой-то за дверью, и что там происходит. Угол обзора камеры примерно, значит, по горизонтали 72 градуса, по вертикали где-то 51 градус, то есть, если вот на уровне человеческого роста, там, или метр пятьдесят где-то установите эту камеру, то, если кто-то будет стоять, независимо от его роста, где-то в метре от двери, полметра, то вы прекрасно разглядите. Инфракрасная подсветка позволяет видеть в абсолютной темноте на расстоянии до метра. Это помочь в техническом оснащении службам охраны, службам безопасности и в том числе государственных и негосударственных структур в их техническом оснащении. Система видеоконтроля, вот как показал опыт, например, система, установленная в департаменте налоговой полиции в Уфе, позволяет очень эффективно охранять внутренние, значит, внутренние дворы, склады, гаражи, которые находятся вне, значит, где-то далеко от помещения охраны. Вот за два месяца, за то время, значит, в течение двух месяцев, за которые, значит, работала система видеоконтроля налоговой полиции, уже зарегистрированы три случая, когда с помощью системы видеоконтроля были задержаны нарушители, которые пытались скрыть, значит, автомобили и проникнуть в складские помещения. Кроме того, значит, система скрытого видеонаблюдения, как показывает опыт, и, значит, эта информация проходила по центральному телевидению, позволяет обезопасить себя от очень распространенного сейчас рэкета, как говорят, от наездов, то есть та документация, значит, записана на видеокассету, которая у вас будет, она принимается, в общем-то, органами, как сказать, правоохранительными органами, воспринимается и очень, значит, хорошо используется. Ну, система контроля доступа, пока еще в Уфе мало развита у нас, да, подписано соглашение с Национальным банком и с тем же вот департаментом налоговой полиции, где оно будет очень широко внедряться. В общем-то, находимся мы в Уфе, наши координаты есть в вашем отделе, в медленственной охране. И в любое время, в общем-то, сможем приехать на обследование объекта и поговорить, хотя бы поделиться информацией, но в лучшем случае, конечно, заключить договор. Уважаемые телезрители, 24 июля день работников торговли. Следующая наша тема посвящается всем тем, кто избрал профессию работника торговли. Традиционно в последнее воскресенье июля работники торговли и общественного питания отмечают свой профессиональный праздник. Часто от нас, покупателей, приходится слышать нарекания в адрес торговли. Но и в этой сфере деятельности, как и в любой другой, есть свои проблемы. Сегодня торговля переживает сложный период структурной перестройки. Прошли коммерциализацию, оставили позади основные этапы приватизации. Постепенно начинают восстанавливаться разрушенные коммерческие и хозяйственные связи. Создаются новые формы взаимодействия розницы, опта и промышленности. Мы хотим рассказать вам о двух крупных торговых предприятиях нашего города. Орса Энгду Корснохомскнефть и Орса НОТ-5. Торговые точки Орса Энгду несколько отличаются от других магазинов. Здесь всегда более широкий ассортимент продуктов первой необходимости и товаров широкого потребления. По итогам работы за первые полугодия продано товаров на сумму более 2,7 миллиардов Общий розничный товарооборот общепита составил 335 миллионов рублей, что в 5,4 раза больше, чем за первое полугодие 1993 года. Кондитерским цехом выработано свыше 16 тысяч тонн кондитерских и мучных изделий, более 20 тонн прекрасного хлеба, пользующегося большим спросом у населения, налаженного в домашней лапши, макаронных изделий, мороженого на итальянском оборудовании. Продолжение следует... 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 На хорошем счету у администрации Юсупова Люба, которая буквально в душу вкладывает свою работу. Здесь всегда есть покупатели, ведь магазин расположен у самой дороги, приходит из села Каймашабаш. Настоящей радостью для ребятни стал выпуск мороженого, который наладили в кафе «Весна» на итальянском оборудовании. В день здесь распродается более 30 кг мороженого. В планах отдела также установка здесь и видеомагнитофона, чтобы ребятня могла есть любимое мороженое и наслаждаться мультиками. Вы видите, какие счастливые и радостные лица у детей. Кстати, мороженое здесь очень недорогое, да к тому же можно его попробовать и с медом. Ребят, мороженое вкусное, нет? Очень. Сахстанович, скажите, пожалуйста, с какого года Вы работаете в системе торговли? Я в системе торговли работаю уже с 83-го года, а начальника морса начал с 88-го года. Вот в течение шести лет работаю в борсе, году Краснохоломский нефть. За эти годы были у меня и трудности, и минуты, как говорится, более-менее веселые, радостные минуты. Но все-таки на сегодня в системе торговли работают, это, можно сказать, наверное, грубо не будет адский труд. И коллективу, и начальнику вдвойне приходится уж вопрос решать. Это не только у нас, наверное, везде сейчас трудности, но на трудности особо не смотрим, стараемся. Все-таки у нас пока на сегодня получается, коллектив стабильный, люди желанием работают. В наших магазинах постоянно стараемся держать хороший ассортимент, чтобы у нас желание и девиз, чтобы в магазинах все было, чтобы люди не искали где-то за пределами района, чтобы они заходили в наш магазин и ушли с настроением. Федор Сахтемович, скажите, пожалуйста, вот Вы сказали, что работать в системе торговли – это адский труд. Вот если бы была возможность переизбрания, Вы снова пошли бы работать в системе торговли? Ну, все-таки, это однозначно говорить, тоже трудно будет. Но все-таки я привык уже, все-таки опыт есть. Я тут уж как-то вот в системе торговли работать – это каждый день какие-то новости, какие-то проблемы решаешь для себя. Но все-таки, думаю, не пошел работая в Орсе, не было дня, чтобы я в субботу, в воскресенье не приходил на работу. Я каждую субботу, в воскресенье с утра бываю, чтобы в магазинах молока вывезли, контролирую. Все-таки это трудная работа. Тем не менее, мы знаем, что хотя у Вас и трудная работа, Ваш коллектив, коллектив «Форса» постоянно работает над собой, постоянно перенимает опыт в более-менее благополучных, так скажем, городах, районах. Расскажите, пожалуйста, немного об этом. Ну, мы постоянно ездим, вот коллектив, я лично сам постоянно бываю. Ну, у меня уже, наверное, в крови, если я куда-то еду, я уже смотрю, чтобы какой-то перенять опыт, чтобы для пользы района, для пользы Орса. А сейчас мы находимся в магазине «Стрела Орса-0-5», руководит им Людмила Александровна Чулкова. Приятие создано для обслуживания железнодорожников, как в городе Янауле, так и на линии. По линии мы имеем два магазина, это в Бодрише и в Карманово, которые обслуживают людей, работающих именно на путях. Товары первой необходимости, конечно, именно то, что нужно для этих людей. Поэтому и мы призваны для того, чтобы обеспечить их товарами первой необходимости. Основная масса товара на сегодня идет только с города Красноуфимска, который закупает товар уже по линии. Часть товара мы приобретаем от других поставщиков. На сегодня мы имеем совместный магазин с коммерческой структурой. Это все создано для того, чтобы в современных условиях каким-то образом улучшить свое финансовое состояние, улучшить. О вашем коллективе? Коллектив наш сегодня не очень большой, работников торговли у нас, где-то 54 человека. Трудятся люди, я считаю, со всей теплотой, душевной отдачей именно так, чтобы хорошо было покупателем. У нас есть молодые специалисты, у нас есть люди-ветераны, проработавшие в ОРСе. У нас сегодня представлены товары в очень широком ассортименте. Имеется отдел обуви, хозяйственный отдел, отдел готовых изделий, представлены швейные товары. К сожалению, сегодня ассортимент товаров, конечно, хотелось бы иметь лучший. Но все, что предлагают сегодня наши базы из Уфы, все, что мы получаем по линии Красноуфимска, мы имеем в продаже. Хотелось бы от нашей промышленности иметь товары такие, которые пользуются повышенным спросом. Нет на сегодня к сезону летних халатов, платьев для женщин. Сегодня маленький ассортимент детской одежды. И хотелось бы, конечно, чтобы вот эти товары сегодня в продажу поступали. Дуктовый отдел сегодня имеет более широкий ассортимент, чем промышленный отдел. В отделе у нас молодой, а руководит ими Румяцева Мария Ивановна. Мы еще раз глубоко поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, уважаемые работники торговли. Обслужить покупателей.